Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу, как из вот такой вот обычной пластины алюминия сделать свисток, не уступающий по громкости вот таким покупным свисткам. Поехали! Что касается размеров пластины, я их никогда не измеряю, поскольку можно сделать больше-меньше свисток. Всё делается на глаз, на самом деле. Давайте покажу, как это делается. Сначала надо отломить небольшой участок. Сейчас вот так вот. Вот он дало трещину. И всё, вот её порвал. Теперь для чего этот участок нужен? Сюда будет поступать воздух. Нужно изогнуть его вот таким вот образом, чтобы получилась такая дуга. И затем приложить его вот так вот. Вот мы видим теперь. Сюда будет поступать воздух, когда буду я дуть в свисток. Теперь загибаем вокруг основной пластины, вот эту маленькую. Должно вот получиться вот такое вот отверстие. Теперь нужно загнуть с этой стороны пластину таким способом. Вот что получается. И теперь уже можно переходить непосредственно к изготовлению свистка. Загибаем пластину вот так вот. Сейчас. И вот что у нас получается. Сейчас попробую. Итак, друзья, вот что у меня получилось. Вот такой вот свисток. Он идентичен вот этому покупному, за исключением того, что здесь у меня нет горошины пластикой внутри, а в этом свистке она есть. За счёт этого здесь воздух будет немножко так переливаться. Вот изменяется он за счёт дребезга горошины. Здесь будет постоянный звук, но по силе вот оцените сами. То есть очень громкий свисток получается, не уступающий вот такому покупному свистку. При том, что здесь конструкция закрытая, здесь она открытая. Поскольку вот эти стенки в моём свистке заменяют подушечки пальцев. Соответственно, такой свисток, если он у вас куда-то упадёт в грязь, его очень легко промыть, и он снова будет чистый. Чего не скажешь о таком вот свистке с закрытой конструкцией, поскольку оттуда вымыть грязь будет проблематичнее. Где используются такие свистки? Ну, я лично использую в основном, когда куда-то в лес едем далеко за грибами, в незнакомое место, свисток никогда не помешает. Опять же, вы можете взять и покупной, никто вам этого не запрещает. Но вот этот свисток, он мне больше нравится. Вот покупной свисток, допустим. А теперь... Громче, чем вот этот свисток свистит, вот такой вот самодельный. То есть, на уровне вот таких вот громких свистков. Теперь, что касается размеров свистка. То есть, вот я сейчас сделал при вас вот такого размера. У меня, допустим, вот есть свисток побольше. То есть, он, в принципе, наверное, очень похож на тот вот покупной по размеру. Свистит он вот так. Тоже очень громко. Где-то у меня тут маленький еще был свисточек. Чисто ради эксперимента делал. Вот такой вот малютка. Но тоже полностью рабочий. Тональность другая, но работает. Опять же, их можно делать из разных материалов. Вот, допустим, я сделал из банки. Кока-кола или что там, попси-кола. Такие банки алюминиевые. Вот из нее, пожалуйста, свисток. Итак, друзья, вот все свистки мои самодельные, которые я делал. Пользуюсь ими. И, в принципе, они меня полностью устраивают. В отличие от вот таких покупных свистков, если вы идете в какое-то путешествие, поход серьезный, то вы, помимо готового свистка, можете взять всегда пластину. И в процессе уже, когда вам понадобится свисток, его изготовить. Чем это лучше? Тем, что такой свисток, если вы на него наступите ногой или чем-то придавите, он просто разломается, и у вас его не останется. А пластина, ей ничего не будет. Она надежна сама по себе, и она не занимает места. То есть, ее можно просто положить в любой карман, отсек, куда угодно, и забыть. Как только понадобится свисток, вы всегда его сделаете сами. И запомните, друзья, один важный момент при изготовлении такого свистка. Делайте его всегда под себя, под свои пальцы. Поскольку вот это отверстие, ваши подушечки пальцев должны закрывать полностью с двух сторон. Только в этом состоянии свисток будет работать. Если подушечки пальцев не будут полностью закрывать отверстие, то воздух будет выходить через щели, и, соответственно, свиста никакого не будет. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok